Это аниме могло бы быть как минимум в полтора раза короче. Всем привет, это Кей-Кей. От автора Тетради Смерти, которую многие до сих пор считают таким базовым аниме, да и, признаться честно, это действительно такое произведение, которое можно рекомендовать широкой аудитории, ожидаешь какое-то монументальное произведение. Мирай, как и Хасси, потерявший родителей и живущий с родственниками, которые над ним издеваются, решает покончить жизнью. Но его спасает Ангел Насса, говоря, что может сделать его счастливым, если он примет дар, крылья и стрелу любви. Вот только согласившись на это, Мирай также должен вступить в соревнования на роль бога, где для победы ему нужно одолеть 12 других кандидатов. Как и Хасси, убежденный пацифист, поэтому сражаться он был не намерен, пока не появился кандидат, который решительно настроен стать богом. Это нормально, судить автора по его лучшей работе, хотя, наверное, не совсем правильно. Если мы берем тему этого аниме, а именно, что такое добро и зло, и что будут делать люди, если им в руки попадет какая-то огромная сила, то, наверное, странно было бы сравнивать этот тайтл с Бакуманом. Правда ли? Концепт в начале мне показался очень даже интересным. Старый бог решил, что «я устал, я ухожу», и по традиции поручил 13 ангелам найти кандидатов на роль нового бога, по одному на каждого ангела. Чей человек победит, тот ангел сможет жить спокойной жизнью, когда его человек станет богом. Я не совсем поняла, что за работу у ангелов вообще такая сложная, что им нужен такой бонус, но, судя по тому, как некоторые из них выбирали кандидатов, думали они все-таки в первую очередь о своей жизни, чем о том, кто же лучше подойдет на роль нового бога. У ангелов разные ранги, поэтому и количество даров, которые они могут дать своим кандидатам, разное. В целом их три. Крылья для полета, красные стрелы, которые способны подчинить любого человека на 33 дня, и белая стрела, которую можно убить, и она никогда не промахивается. В кандидаты выбраны были те, кто потерял волю к жизни. В целом, как мне кажется, звучит как неплохая завязка для батл-рояля. Но это получилось произведение о ценности человеческой жизни, о боге и всем подобном. И для такого произведения, псевдофилософского в каком-то смысле, нужны персонажи, которым будешь верить. Но, к сожалению, персонажи здесь получились отвратительные. Не потому, что они плохие люди, а потому, что они плохо написаны. Мирай Кокихаси против убийств вообще. Он даже сдачи дать не может, и над ним очень долго издевались в школе. И как в большинстве других японских произведений, испытание для протагониста – это испытание его убеждений в первую очередь. Дядя и тётя, которые издевались над главным героем, оказываются ещё и убийцами его родителей. Убить их Кокихаси может, но хотя бы мстит по-другому. Также он запрещает своим союзникам убрать серийную убийцу и против убийства Метрополимена, кандидата, который на всё пойдёт ради того, чтобы стать богом. Чтобы вы понимали масштабы, Метрополимен, захватывав заложники мирных жителей, взорвал башню, убивал на глазах других людей и других кандидатов. Ну и вообще до того, как стать кандидатом, уже имел комплекс бога. И как пытается победить его наш главный герой? Конечно же, Наруто Терапии. Что в конце первой арки приводит к двум сериям бесконечных диалогов и мононалогов, которые ни о чём. Просто один говорит, что никого нельзя убивать, другой говорит, что все недостойные должны умереть. Если мы говорим о Кокихаси и Метрополимене, это как будто две стороны Яга Милайта. Одному досталось чувство справедливости, другому комплекс бога. Из-за этого разделения персонажи получились настолько плоскими, что от этого блевать тянет. И будем честными, большинство персонажей здесь весьма слабые. Например, Саки можно было бы сделать здесь более активной героиней. А так она где-то на вторых ролях, как тень Кокихаси. Если у Кокихаси есть такой, пусть и нетипичный, но в принципе ожидаемый набор в виде смерти родителей, буллинга и всего подобного, то Саки проходит немного через другие страдания. В детстве Саки и Кокихаси были друзьями, но после смерти родителей над Мираем стали издеваться в школе. И Саки его не поддержала. Она даже, чтобы не выделяться, присоединилась к другим. Но при этом чувство вины просто пожрало ее изнутри. Поэтому, когда она увидела, как Кокихаси пытается отправиться в мир иной, решила последовать туда же. Но так как главный герой здесь максимально за ненасилие, то ни на кого не обижается и никого не винит, поэтому Саки он прощает сразу, и конфликта из-за этого какого-то не возникает. В общем, из-за того, как прописаны персонажи, ты не веришь монологам, которые они задвигают. Но ладно, признаюсь, что парочка персонажей здесь мне все-таки приглянулись. Первый это Наната Мукаида. Он простой дизайнер одежды и семьянин. У Мукаида последняя стадия рака, но благодаря становлению кандидатом, срок его жизни был продлен. Он объединился с Кокихаси Саки, и в этой тройце разбавлял всю сопливую нерешительность своим рационализмом. Спойлер, он умер от рака. Помните, как в тетради смерти, если вы смотрели, конечно, смерти одного из ключевых персонажей означает конец арки? Здесь примерно то же самое. Другой персонаж, который мне кажется занимательным, это Нассе. Она просто уморительная, если честно. Так как она ангел непорочности, то некоторые ее мысли не затронуты даже толикой разума или так-то. И так она спасает Кокихаси, и просто сразу говорит, что твои дяди и тети убили твоих родителей. Клевая новость, зачем спасала? Когда Мерая понимает, что это правда, то Нассе предлагает их убить, используя красную стрелу. Ну или белую стрелу. Метрополимену она чистой души, погодите, у ангелов есть вообще душа. И с абсолютно невозмутимым выражением лица желает умереть. В этом нудном аниме она просто как глоток свежего воздуха, если честно. И до 15 серии это очень душное аниме, потому что персонажи отвратительные, да и подача очень затянутая. Я понимаю, что у нас 24 серии, и мы никуда не спешим, а хотелось бы. Просто с каждой серии герой становится все унылее и унылее. Еще рояли в кустах, эта анима все равно не обошли. Каждый раз, когда главному герою что-то угрожает, что-то появляется, предотвращающее его смерть. После 15 серии появляются потенциально интересные персонажи, ну и количество болтовни увеличивается просто в разы. И если бы все эти диалоги и монологи каждый раз вносили что-то новое в дискуссию, было бы, наверное, не так уж и плохо. Но мы каждый раз обсасываем одно и то же. Это аниме могло бы быть как минимум полтора раза короче. Другой момент, который мог бы помочь, но не помогает, это графон. Конечно, он здесь нормальный, но это не хороший графон для аниме, который хочет выглядеть серьезным. Просто, например, когда я вижу, как на важной сцене у героев плывут глаза, то для меня значительность этой сцены как бы немного понижается. В то же время картинка весьма смотрибельная, да еще и дизайны ангелов весьма занимательные. Не всех, конечно, но некоторые получились интересными. В то же время осты достаточно хороши. У опенинга весьма типичное сенановское звучание, немного более тяжеловатое, конечно, но если мы говорим о настроении, то это самое оно. Энтинги по классике более лиричные. Мне кажется, чуть-чуть рановато поменяли видеоряд к первому эндингу. Получилось немного спойлерно. Но с другой стороны, как часто вы смотрите эндинги? Прям все смотрите каждый эндинг? Или все же иногда пропускаете? Видеоряд второго эндинга мне больше по душе. Тоже немного спойлерный, учитывая то, что нам показывают других кандидатов, но тем не менее он показался мне более каким-то взвешенным, наверное. Кстати, в бэках есть музыка, вернее, такой небольшой отрезок из «Кто хочет стать миллионером». У этого дайзла действительно есть интересное зерно. И даже это настойчивое желание главного героя никого не убивать, ни при каких обстоятельствах, оно тоже неплохо. Просто подача сама по себе максимально унылая. Мне вот, например, не нравится экранизация дневника будущего, ну, мне само произведение как-то это не очень зашло. Но оно хотя бы было динамичным. В этом же тайтле немного посократить диалоги уже будет смотреться свежее. Просто если бы оно было короче, оно бы было интенсивнее, и, несмотря на однобоких персонажей, казалось бы, увлекательней. Плюс эта маска псевдоинтеллектуальности и псевдофилософии спала бы. Другой вариант, как можно было бы немного спасти восприятие от этого произведения, это, конечно же, как уже говорилось, графон. Всё-таки визуал очень часто в подобных тайтлах добавляет некоторый вес. Вот такие мои мысли по поводу данного аниме. И, как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моем следующем видео. Пока-пока. Что ты от меня хочешь? Скажи мне, что ты хочешь? Хватит ходить. Хватит ходить здесь. Прекрати тут ходить.